Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наше исследование второго послания апостола Павла Коринфянам. И напомню, что мы приступили к рассмотрению темы, поднимаемой апостолом Павлом в конце своего послания, темы, которая может быть названа, иногда так исследователями и называется, апология апостола Павла, то есть его защита перед обвиняющими его христианами города Коринфа. Точнее, даже не перед теми смутьянами, которые глаголят на него хулу и клевету, а вот как бы для вразумления действительно смущенных, действительно волнуемых разными помыслами христиан города Коринфа с тем, чтобы они вернулись к вере во Христа и к доверии к нему, то есть апостолу Павлу. И в качестве главного аргумента, которым он подтверждает свое апостолство, которым, как он считает и подтверждается его апостольство и его власть, является то, что, собственно говоря, он пишет городу Коринфу. То есть вот по его мысли сам факт того, что есть возможность ему, Павлу, писать в Коринф свое апостольское послание, есть самое первое, самое главное свидетельство того, что он действительно апостол. Но в том смысле, что ведь это христиане в этом городе появились потому, что там полгода трудился апостол Павел. Он пишет им именно как к людям, которых он сам родил во Христе, родил словом благодатным. И они действительно стали христианами и действительно уверовали. И то, что они действительно уверовали и стали христианами, хотя никто до этого, до апостола Павла, никто им вести о Христе не приносил, это и есть подтверждение его апостольства. Ведь смутьяны, пришедшие в Коринф некоторое время позже, пришли в готовую церковь к христианам, которые уже стали христианами. И стали им рассказывать разные хульные вещи и клеветать на апостола Павла, разрушать созданное дело. И ничего другого эти люди не способны делать. Если они разрушают то, что создано во Христе, как можно охарактеризовать таких людей? Что сами-то они создали? Они называют себя высшими апостолами в кавычках. То есть апостолы гораздо более великими, чем апостол Павел. Так пусть предъявят доказательства своего апостола не в словах, пусть докажут, что они действительно создали церковь. Ведь быть апостолом это по воле Божией идти в неверующий мир и сердца людей обращать к Богу. И иметь такую власть, такую силу, такое благодатное состояние, что из прежде неверующих людей, они возрождая их вере, так что люди чувствуют эту веру, их не просто организуют в некоторую секту, они ощутили живую трепетную веру во Христа и была создана в церковь, которая живет, плодится, то есть привлекает новых членов в себя, которая приумножается в тех или иных дарах от благодати Божьей. Значит, плод создания церковной общины это и есть первейшее подтверждение апостольства того или иного апостола. Пусть покажут те люди, которые пришли в Каринф, есть ли у них что-либо такое. Да и в конце концов, неважно есть ли или нет, по крайней мере это есть у Павла. И не только в отношении города Каринфа, но и многих других известных городов, о которых, разумеется, жители Каринфа знают. То есть о каком, так сказать, отсутствии апостольской благодати можно говорить, если пройдя по неверующим городам, пробыв некоторое время в этих городах, апостол Павел оставляет жизнеспособную общину. Я подчеркиваю, жизнеспособную, потому что можно прийти, вот какое-то время пожить и собрать вокруг себя людей, но если человек уходит и община рассыпается, значит это дело созидалось не благодатью Божьей, потому что оно на каких-то человеческих подпорках строилось, на эмоциональности, на любви к этому человеку, на доверии к этому человеку, на его каких-то организаторских способностях, на его особной харизме и так далее. Но если созданное им в короткий срок дело живет в Боге, функционирует в Боге, живет всей полнотой церковного бытия, то значит это община действительно создана во Христе, а дар создавать общины во Христе среди неверующего народа, это дар, разумеется, никто с этим не поспорит, дар апостольский. И поэтому апостол Павел первое, что выдвигает, и главное, что он выдвигает как аргумент своего апостольства, то, что действительно живет коринфская община. Сам факт наличия общины является свидетельством того, что он апостол. И это же самый факт, сам факт наличия общины города Коринфа, показывает, что люди, пришедшие туда разрушать, именно с целенаправленной такой задачей разрушать, они лукавы, потому что как можно прийти и разрушать то, что построено во Христе. Не важно, какова личность Павла, он сам в себе ни во что не вменяет, не важно, кто он такой, не важно, кем он был, не важно, кто он есть, важно, что плодом его трудничества, плодом его дела стала жизнеспособная церковь, жизнеспособная во Христе община. И стало быть, видя, встречая эту жизнеспособную общину, люди, разрушающие эту общину, вносящие до смущения и смуту, они лукавят заведомо, они пришли разрушать дело Божье, и через то, что они пришли разрушать дело Божье, обнаруживается их лукавство и ложь. Кроме того, они бессильны, потому что на самом деле сила нужна для того, чтобы строить. Разрушать сила не нужна. Люди, которые могут разрушать, но не умеют строить, никто их сильными не назовет. Даже если он великан, поднимающий огромные тяжести и все могущий разрушить, не велика сила разрушить, велика сила создать. Народ, сила народа, сила творчества, сила человеческого гения проявляется в созидательных вещах, а не в разрушительных. Если у них действительно есть таланты апостольства, то они должны показать их в лице созданных ими общин, а очевидно, таковых нет. Как потом и скажет про них апостол Павел, они хотят похвалиться вашей плотью, они хотят, разрушив вас, разрушенное дело, представить как за свою заслугу. Хотя на самом деле никакой заслуги в этом нет, они же всего лишь разрушили, а к созиданию, скорее всего, и не способны. А раз они способны что-либо созидать во Христе, значит, они безблагодатны. Вот такая простая логическая цепочка показывает, что на самом деле те смутьяны, которые пришли сюда в церковь города Каринфа, они обманщики, лжецы, потому что лукавство именно это и означает. Они лукавы, они бессильны, то есть немощны во Христе, и они безблагодатны, у них нет благодати. Зачем же их слушать и зачем им внимать, говорит апостол Павел. Ведь для апостола Павла важно вот то представление о бытии церкви, которое засвидетельствовано в Евангелии от Иоанна. Христос говорит в 15 главе этого Евангелия, «Я лоза, а вы грозди, вы порождение, рождие этой лозы». Виноградная кисть, виноградная гроздь, она плод. Есть то, собственно, то, что мы называем виноградом. Есть то, чем мы удаляем жажду, что мы употребляем в пищу или используем в качестве вина. Это и есть то самое главное, ради чего растет лоза. Но виноград не может вырасти без лозы. Он не появляется сам по себе в воздухе. Он растет только потому, что есть лоза. И именно то, что лоза где-то укоренена и растет, причем растет очень долго и приносит многие плоды. Сам результат деятельности этой лозы является рожденной ею виноградной гроздья. То есть и в этом вся сила и все качество лозы и проявляется. И поэтому Христос говорит в этом же месте, что без меня ничего творить не можете. Все, что вы творите, весь плод, который вы приносите, всю сладость, которую вы питаете, народ, вся та благодать, которую вы насыщаете, она в вас, потому что вы во мне, вы плод моей жизни, вы порождение моей жизни, вы мое органическое продолжение. И если какая-то ветвь, какая-то отрасль виноградной лозы перестает приносить плод, это говорит о том, что она засохла. То есть благодатные соки лозы, связывающие их с жизненными соками, они действуют больше, и эту ветвь отрубают и бросают в огонь. Эта засохшая лоза бесплодная, но ничего больше не приносит. И вот смысл этого образа, то есть то, что рисует этот образ, для апостола Павла очень значимо. Он еще прежде, чем написано это Евангелие, переживает именно такой, так воспринимает собственную деятельность и собственное бытие, о том, что Он именно есть порождение этой виноградной лозы. Без Бога Он ничего делать не может. И раз Он что-то делает, то это только знак того, что Он привит к лозе, что Он укоренен в лозе. Ну и обратно и другое, если кто-то делает чего-то, чем бы Он не прикрывался, какими бы словами Он не презентовал свою работу, как бы Он не предъявлял свою деятельность другим, если Он не приносит плода жизни во Христе, животворящего других людей плодами веры и благодати, то значит этот человек не привит к лозе. Он пришел сам от себя во имя свое. Чуть дальше апостол скажет несколько грубее и несколько более страшнее, что может прятаться за такими ложными апостолами, ложными проповедниками, что на самом деле не просто то, что они ничего не приносят, они приносят ложь. И это страшно. И вот фактически это главный аргумент апостольского оправдания, что раз есть христианская община города Каринфа, значит он действительно апостол. Поклонимся святому Господу Иисусу. Можно сказать, что это правило, оно ведь действует не только в апостольской традиции, не только в первенствующей церкви. И сейчас человек, который своими трудами, вот пастырь, который своими трудами созидает церковь, именно людей возрождает к вере, людей поднимает к Богу, людей обращает ко Христу. И это обращение их ко Христу свидетельствуется людьми, как именно обретение веры, обретение благодатной жизни в Господе, приступание к таинствам Христовым, то и такой пастырь, только через то, что он это делает, что плодом его деятельности является обращение людей к Богу, уже через это может и сам утешиться, что он не сухая ветвь. И для внешних это может быть свидетельством того, что это не сухая ветвь. Это действительно, может это маленький отрасль, большой виноградной разы, на ней вырастет небольшой плод, но если только тот факт, что этот плод вырастает, говорит о том, что действительно и здесь, и в этой веточке благодатные плоды приносятся, стало быть есть жизнь благодатная, и эта маленькая веточка связана со Христом. Поэтому и для любого пастыря, сознающего, знающего, что через его служение кто-то обрел веру, кто-то эту веру сохраняет и возрастает в этой вере, для него сознание это должно являться утешением, что он действительно не напрасно восприял дар пастырской благодати, что он не напрасно подвизается. Даже если что-то другое у него не получается, и он знает свои недостатки и свои недостоинства, и скорбит и плачет об этом, но то, что у него есть такие люди, говорит о том, что он действительно осуществляет какую-то свою пока или вообще меру, данный Богом талант. Но и также для внешних это является очень важным подтверждением. И вот дальше апостол Павел свидетельствует. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие и до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас у дел наш, так, чтобы и далее вам проповедать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом деле. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Здесь важно обратить внимание, что созидание церкви, оно происходит не через умножение количества его формальных членов, что из людей формально как-то себя через какой-то внешний акт считающих себя принадлежащим церкви. Апостол Павел такого формального членства в церкви не знал и не воспринимал. Он просто даже не знал, что такое возможно. Для него быть в церкви, это значит жить верой. И вообще это состояние какое-то совершенно противоразумное, то есть какое-то нелогическое, против даже здравого смысла, не то что против свидетельства Священного Писания. Человек ведь и принадлежит церкви, потому что он верит. А если он верит, то это значит, что он живет этой верой. А если он живет этой верой, значит поступки его определяются его верой. И это может быть один поступок определяться поначалу, может быть 20 поступков. Но живая вера означает именно то, что жизнь человека, неведома ни для кого, кроме самого этого человека, определяется его верой. И опять-таки природа веры такова, что человек, начав с малого, определять свою жизнь верой, он, поскольку это живое дар, живое семя жизни веры в человеке, она начинает расти, эта новая закваска начинает сквашивать человек. Собственно, это и называет жизненностью веры, и называет живой верой, когда она приумножается, потому что свойство веры приумножаться. Она не может никак не жить и не приумножаться, как закваска, брошенная в тесто, не может никак не действовать. Бывают, наверное, испорченные дрожжи, которые ничего с тестом не делают. Но в отношении благодати Божьей такое немыслимо. Поэтому, если человек не чувствует, пробыв некоторое время в церкви, хоть сколько-нибудь маленького возрастания в вере и в любви к Богу, все большее ощущение того, что он недостоин и не способен к осуществлению заповедей Божьей, но попытки изменить что-то в этом отношении, проникновение в то, что на самом деле то, что он считал раньше благочестием, оказалось всего лишь прикрытой ложью и лукавством, что он все больше и больше узнает правды о себе, все больше и больше подвязается изменить что-то в своей жизни, и чем больше изменяет, тем больше видит неисправностей. Вот это состояние живой, растущей в человеке веры. Если же в нем не изменяется ничего, ни представление о самом себе, ни его впечатление или представление о Боге, его связь с Богом никак не меняется за некоторое время пребывания в церкви, за годы пребывания в церкви, то значит в нем нет веры живой, в нем есть что-то формальное, то есть мертвое, неживое, ведь формальное это значит есть форма, но нет содержания. По форме он может быть мнит себя или днится другими, быть христианином, но по содержанию он не таковой, потому что он не живет верой и не чувствует это постоянное изменение в себе отношений с Богом, отношений к Богу, отношений к ближнему. Вот этот очень важный момент, именно о такой общине, общине неформальной, а общине, где действительно каждый верует, каждый живет этой верой, вот о такой общине и говорит апостол Павел, как о церкви созидаемой силой и благодатью Господа Иисуса Христа. И вот продолжая эту тему в 11 главе 2 послания, апостол Павел говорит, какова роль пастыря, вот на особенности апостола, конечно, вообще апостольское служение выражается в этом, какова роль пастыря в отношении, какую функцию он, так скажем, играет в отношении между Богом и его церковью. Оказывается, эта роль есть. Вот начинает 11 главу апостол Павел таким образом. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревнуя вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтоб представить Христу чистою девой, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедали, если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Фактически апостол вообще и потом, как преемники апостолов, епископы, они являются, собственно, блюстителями. Слово «епископ» так и переводится. «Блюститель невесты». То есть он, используя евангельский образ, он друг жениха. Он ведет невесту к жениху. Он ее охраняет. Потом, когда она станет соединена с женихом, когда они станут мужем и женой, это будет забота мужа. А пока он должен ее сохранить, он должен довести ее до вступления в брак, он должен, или как рассуждать, до аналоя, чтобы никто ее не развратил, не похитил, не оскорбил никаким образом. То есть его задача именно такая. Он блюститель, охранник, он бдит, смотрит вокруг, чтобы кто-нибудь ничего не сделал с этим драгоценным сокровищем, которое он должен довести до жениха. Вот это образ блюстителя, образ епископа и есть важнейшая составляющая и епископа как служителя церкви, апостола тоже по преимуществу. Так вот, оказывается, для нас это важно еще и тем, что, оказывается, есть возможность, есть вероятность того, что невеста не пойдет к жениху. Он ее обручил. То есть апостол или епископ, вот вообще суть апостольского служения, что он принес некоему человеку или группе людей, принес призыв Божий, что вот вы призываетесь к Богообщению. Вас ждет богатый брак, вас ждет благо с Богом, брачная жизнь с Богом. И вот знак того, что он действительно вас призывает, является вот это обручальное кольцо, обручение, реальным обручением, мы видели из апостолов Павла, является благодать Святаго Духа. То есть знак того, что действительно вы вступите в брак, каждому из нас подается мера благодати Святаго Духа. И человек выходит в путь, знаком того, что он уже избран кем-то, кому-то назначен, то есть уже он обещался вступить в брак, что он уже сам себе не принадлежит, что он вышел для того, чтобы вступить в брак, является для всякого человека обручальное кольцо, что он уже не свободен. Для христианина является таким знаком благодать Святаго Духа, который нам невидимо, но очень видимо тем, которые хотят нас отклонить от этого пути. И вот оказывается, этот путь нас, обрученных нашему небесному жениху, он представляется полным опасностям. Мы можем и не дойти. Можем не дойти, потому что можем упасть, можем споткнуться, испачкать нашу одежду, мы можем потерять обручальное кольцо. Но самое печальное, мы вдруг можем решить, что не хотим мы никуда идти, и можем вернуться обратно. Или по дороге встретим кое-кого, и он скажет, знаете, а в другом городе живет другой жених, не пойти ли вам к нему. То есть, суть пастыря вообще, вот почему я и подчеркиваю, что не только апостол или епископство, епископа, а вообще пастырство в том, чтобы сохранить вышедших навстречу жениху и принявших в дар обручения благодать Святаго Духа, их надо довести, их надо сохранить, их надо во что бы то ни стало, в целости и сохранности, представить Богу. Вот это главная задача пастыря. И вот что интересно, момент, на который указывает апостол Павел, действительно потрясающий момент, объяснение которому еще никто не нашел. Но почему-то христиане, принимающие, однажды принявшие весть о Христе, и уверовавшие во Христа, и знающие человека, который помог им обратиться к Богу, вдруг совершенно снисходительными оказываются ко всякому другому посланнику, ко всякому другому человеку, говорящему о другой, другом браке, о другом Боге, о другом женихе, о другой вере, о другой образе жизни, и вообще все, что угодно, вливающий в уши человека, и христианин уже христианин, потому что он обручился своему жениху и получил благодать Святого Духа. И вот христианин снисходительно слушает любого, кто хоть что-нибудь будет говорить ему еще о других женихах, или о других виртуальных возможностях соединения с какими-то другими силами, или с другим браком, с кем-то другим. Вот почему действительно уверовавший христианин так снисходительный ко всему. И к любому человеку, который пришел поговорить о Боге, пусть он не нашей церкви, но он сует мне какую-то книжечку, и мы доверчиво принимаем, и читаем, и верим всему тому, что там написано. Кто-то сказал об астрологических каких-то знаках, мы этому верим, и тут внимаем, и эти книги читаем, кто-то сказал о карме, и этому верим. Почему мы так доверчивы? Пока не уверовали, да, у нас есть объяснение, мы ищем того жениха, который пришлет за нами своего посланника. Но когда мы уже вышли в путь, мы дали согласие сочетаться со Христом. Почему так снисходительны мы к тем, кто говорит нам ложь? Ведь именно через это снисхождение и доверие к змею Ева потеряла неоценимое блаженство. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде Крестом радостному миру.